6 мальчиков и 4 девочки. 3 июля в Бресте стало еще на 10 жителей больше. Каждый год эти дети будут отмечать сразу два дня рождения, свое и страны. Наверняка появившись на свет в самый главный государственный праздник, День независимости, малыши будут расти настоящими патриотами своей родины. У нас родители растили патриотами, раз мы здесь находимся. Конечно, все, что от нас зависит, конечно, будем расти патриотами, независимыми белорусами. Как называется свой ребенка? Марьяна. Сегодня Диана Пашкевич, ее дочь Марьяна и еще 9 деток, рожденных в День независимости, получали поздравления и подарки от представителей организации «Белая Русь» и губернатора региона Константина Сумара. В своей речи глава области подчеркнул, что основная заслуга того, что Брещина является лидером по рождаемости среди других областей страны, зиждется на трех китах – грамотной политике государства, модернизации и желании молодых людей быть родителями. В первую очередь, я бы сказал так, заслуга нашего президента, потому что вот ту программу, которую он утвердил по модернизации наших медицинских учреждений, она очень дорого стоит. Дорого стоит не в плане денег, это тоже дорого, но в плане отношения к человеку, создания условий для наших людей, для лечения их не только, например, в родильных отделениях, это отдельная тема разговора, но вообще в целом по медицине. Второе, конечно же, те выплаты, пособия, потом обеспечение жильем наших многодетных семей, это тоже та программа президента, которую он утвердил, она выполняется, это тоже один из факторов, как раз который дал толчок в увеличении рождаемости наших деток. Ну и третье, конечно, сами люди. Ведь Брестчина, она всегда была, по всем направлениям она старается идти на шаг вперед, чем республика. Поэтому и здесь тоже надо дать должное нашим женщинам, я говорю сегодня огромное спасибо как раз за это все, и тем же мужьям, которые помогают в этом направлении создания семьи, вот своей семьи. Именно вот эта вот характеристика этих наших женщин, которые стараются все делать возможное, чтобы их семьи увеличивались, чтобы у нас побольше было деток, а это как раз гарант стабильности развития, стабильности нашей страны. Сегодня Брестский областной родильный дом является перинатальным центром третьего уровня, в котором оказывают все виды высококвалифицированной медицинской помощи женскому населению и новорожденным. Благодаря поддержке областного бюджета сегодня на завершающей статье в главном родильном доме региона проходит реконструкция помещений перинатального центра, и работа над качеством медицинского обслуживания не прекращается. Мы хотим улучшить пребывание и раннюю реабилитацию новорожденных, которые у нас рождаются недоношенные и прочее. Вот поэтому создаем отделение, тоже вот идет финансирование вместе с областным уксом, который является заказчиком этих работ. Вот мы должны вот это сделать, конечно, чтобы и матери, и эти новорожденные пребывали в нормальных условиях, чтобы мы могли начинать раннюю реабилитацию. Вот у нас люди в основном такие вот, которые заслуженные, поступают с области. Вот все наиболее тяжелые случаи, поэтому этих людей не всегда можно отправить с этим новорожденным. Вот по месту жительства, то мы должны вот открыть педиатрическое отделение, где будут мамы и новорожденные совместно пребывать. За это время, вот небольшое время примерно, если бы раз восьмого года, очень мы стали серьезно заниматься родильными отделениями в области. Мы привели, прекрасно создались условия здесь, в Бресте. Такие же условия созданы и в Барановичах, и в Пинске, и в Драгичинском районе, в Лунинецком, и в Ацеевском районе. Сейчас мы к дню города Бреста откроем детскую поликлинику, которую уже заждались наши люди. Вот это будет по последнему слову техники оборудования и детская поликлиника на 500 посещений в семену. Всего в Брестской области 3 июля появилось на свет 35 малышей. Некоторые из них первенцы, другие станут вторым, третьим, а в многодетных семьях и десятым ребенком в семье. По словам врачей, сегодня в стране созданы все условия для повышения рождаемости. От женщин требуется только одно – желание быть мамой.